Здравствуйте, это колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Сначала краткая сводка о развитии ситуации с коронавирусом. За последние сутки в России подтверждены без малого 3,5 тысячи случаев нового заражения этой инфекцией. В Тверской области со вчерашнего дня выявлено 34 человека с положительными анализами. Итого в общей сложности у нас зафиксирован 151 пациент с коронавирусом, но 9 из них уже выздоровели и выписаны. При этом, по официальным данным, ни одного летального исхода от вируса COVID-19 в Тверской области нет. А теперь кратко об итогах вчерашнего обращения президента Владимира Путина. В основном оно касалось усиления мер поддержки экономики, бизнеса, но прозвучало и несколько радикально новых мер, направляемых непосредственно на поддержку работников, наиболее пострадавших от кризиса отраслей. Тезисные основные посылы выглядят так. В перечне наиболее пострадавших отраслей президент рекомендовал добавить компании, которые торгуют непродовольственными товарами. Второй момент. Впервые принято решение предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозвездную помощь от государства. Это 12 100 рублей на сотрудника. Но условия получения помощи – это сохранение не менее 90% штата на 1 апреля. Деньги пойдут на выплаты зарплат уже в апреле-май. Причем не менее 75% объема зарплатных кредитов предложено обеспечивать гарантиями Внешэкономбанка. Теперь, что касается системообразующих предприятий, для них будет предусмотрен новый специальный кредитный продукт – льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка – это 6%. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями Минфина. «Сам же список системообразующих предприятий поручено доработать на основе внятных, четких, объективных критериев», как сказал Путин. «В нем должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики», – подчеркнул президент. Ну и вот в связи с этим хочется надеяться, что этот список будет составлен по принципу справедливости и реальной значимости, а не как-то иначе. И вот еще мера поддержки для нас, регионалов. Нам велено направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Вообще говоря, ровно обо всем этом мы уже несколько недель говорили и в наших программах, и в колонке главного редактора. Складывается даже ощущение, что нас услышали. Но теперь важно, чтобы на местах все пошло так, как велел президент. Чтобы не вышло как с банками, которым были даны многомиллиардные средства на четко обозначенные цели – выдачу беспроцентных кредитов, на зарплаты сотрудникам тех предприятий, которые терпят бедствие. Но, как у нас часто бывает, что-то пошло не так. И об этом уже резко и недвусмысленно высказались и президент, и премьер. Ждем теперь реакции банкиров. После обращения Владимира Путина губернатор Тверской области дал интервью федеральному телеканалу «Россия-24» о ситуации с коронавирусом в регионе. Он охарактеризовал развитие ситуации как удовлетворительное. Поблагодарил медиков и Роспотребнадзор за дополнительные поставки тестов и расходных материалов. Отметил также, что наша система полностью готова к противостоянию с пандемией. Сказал, что ряд наших предприятий сейчас перепрофилировались и изготавливают кислородные клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. Это на сегодня оказался самый дефицитный элемент в оборудовании поликлиник, отметил Игорь Рудене. И в завершение. Все больше стран сейчас робко, но уже говорят о преодолении пика распространения пандемии. Все больше приходит позитивных новостей от медицины, разрабатывающей вакцины и лекарства. Но давайте помнить, что в России пик еще не пройден, а число жертв, к сожалению, пока прирастает. И пока не время расслабляться. Наоборот, нужно максимально усилить меры противодействия, чтобы этих жертв было как можно меньше. А пик пандемии был преодолен как можно скорее. Именно для этого недавно своим постановлением губернатор ограничил до 30 апреля въезд в Конаково, а с 13 апреля эта же мера введена в Удомли. Ну, а нам с вами настоятельно рекомендовано избегать тесного общения и соблюдать все меры профилактики. Ведь береженых, как известно, Бог бережет. До встречи в эфире.